В реальном бою такая ошибка производства обернулась бы трагедией. Носилки с треском потерпели поражение, а значит отправлять их в зону СВО все равно, что играть в русскую рулетку. Чего не скажешь о более прочном аналоге. Усовершенствованная версия из титанового сплава многофункциональна, поможет забраться на небольшую возвышенность, послужит в качестве спального места. Тот же принцип и в окопе. Если вода присутствует в окопе, например, по долине, по колено, а личный состав в этом окопе находится, а переночевать или как-то снять усталок нужно, так же вставляются жерди. Вот здесь вот под углом стыкаются, и то есть человек уже спит не на земле. Еще одни помощники на линии фронта – тактические активные наушники. Они защищают органы слуха от громких звуков. То есть человек, который в них находится, не глушит. Но я слышу, что происходит вокруг меня на большом расстоянии. Вот группа идет, они разговаривают, я слышу, о чем они говорят. Подобные тесты амуниции и снаряжения проводят раз в 3-4 дня. Предварительно благотворительный фонд «Дарит добро» запрашивает у пустовщиков образец. Если выявлен брак, то экземпляр отправляют на доработку. В обратном же случае уже полную партию направляют в зону СВО. Что именно нужно, волонтеры узнают напрямую в пунктах связи. Когда мы ведем закупку таких технических средств, как квадрокоптеры, тепловизоры, оптические прицелы, мы, конечно же, тоже руководствуемся рекомендациями наших военнослужащих, которые говорят, какой именно модели нужно покупать, какие частоты должны быть. То есть все очень-очень строго. Оказать содействие, протянуть руку помощи может каждый. Для этого нужно обратиться в благотворительный фонд по телефону 727-728.